Ну я в предисловии что скажу. У нас предполагается проведение на нашем треке, на Балаковском стадионе Труд, 26 апреля, один из этапов чемпионата Европы. Это одно событие. В этом году у нас несколько круглых дат, которые не хотелось бы пройти мимо, мимо которых не хотелось бы пройти мимо и которые хотелось бы осветить и как бы где-то отразить это. Одно из мероприятий это встреча с ветераном спорта Борисом Григорьевичем. Затем у нас 80 лет нашему тренеру Леошкину, первому тренеру по спидвею. Два. Турбина. Мы про турбину говорим. Далее у нас 50 лет это команда турбина. 50 лет исполняется образование команды. 50 лет. И 55 лет это образование первой гонки в городе Балаково. 3 февраля в субботу был бы день рождения Евгения Иосифовича Леошкина. Ему было бы 80 лет. Ну в общем-то и вот мы собрались в частности и про начало спидвея поговорить и про Евгения Леошкина. Ну как я активный был парень. Тут Петров приехал к нам в город. В 61-м. Начал. Ну он приехал с Новосибирск к нам приехал. С Красноярска. А? С Красноярска. Вот это дочь Петрова. Правда что? Да, да, да. Ага, да, да. А почему бы я тебе дать бумагу хочу? Вот. Приехал. Он приехал между своим мотоциклом. У него был Урал, кажется, был. Ну Урал был. И вот занял. Он пришел в горком комсомола наш. Потом в горком комитет комсомола пришел в этом и задумал построить гарю дорожку. Вот. Тут наш Галь. И уже в 61-м год, ну уже осень, уже планировку сделали и стали. А куда идти? А я в УЖДТ работал, потом перевел себе точку. Я в УЖДТ с сектором комсомольской организации был. А у нас шла, краны, краны. И потом заинтересовался. Меня даже научили здесь, когда планировали, научили на мотоцикле есть. Там была 175-ка, что ли, в Саратово-Гастрое. А мотосекция, а мотосекция, в спорте клуба, было 2,3 мотоцикла еще в то время. В 61-м год. Клуб организовался давно, сам самодеятельный клуб в Саратово-Гастрое. Он давно был. И потом вот так гора построили. Здесь первую гонку мы как построили гарю дорожку. И 8 августа 1963 года, на День строителя, первую гонку провели. Потом был директор у нас очень хороший, Бутовский. Великолепно. Великолепно. Он в отделе главмеханика Петров-Юрка работал. Юрий Петрович, ладно, извините, Юрий Павлович. Юрий Павлович. Да, Юрий Павлович работал. Ну вот, там. Ну, вот это ставили, мотоцикл привели. Потом у него был друг, главный тренер сборной. Корнеев Владимир Иванович. И вот мы привели 63-ю гонку. И уже в 64-м году к нам приехала сборная союза. Бриханов, Брихани, Кадырия, Соколи, Соколов. Вот, приехали к нам. Они располагались на подъеме здесь. Вот как едем, а тут, тут не было входы. А они там палаты поставили, и там жили один. Брихан Георгиевич, журнал «За рулем» есть в 63-го года. Как раз про эту гонку. Поэтому там вот это интересно как бы. 63-64-й был, там 64-й уже в чемпионате страны Корфе выступал. И даже фотографии есть с гонки и корда вот эти 4-ка команды. С квартелом. Нет, потому что с года я перебил. Не надо, я могу перевести. Я знаю, было, но приехал сборную нам занимать. И мы на этой сборной... Это 7-8 сентября, что-то. Я еще помню те случаи, где химоволак... Ну, это, в дворец у нас с культурами, химиков. Они пошли за нашим девчонками, они готовы бежать, ребят погнать. Они прибежали, все грязно по болотам бежали. Так вот, слушай был, ну все. Ну, там потом полюбили эти гонки. Сидений не было, Корф шел, с дощечкой не сидел. И так вот развиваться. Это в 67-м году вы весной стали руководителем спортско-технического клуба, да? Вас выбрали и назначили? Меня выбрали, вас агитировали. Зачем? Я там спорт, променял я спорт. И в осени, получается, с 67-го года мы с Лёшкиным выбрали команду? Ну, образовалась команда у нас. Владимир Гордеев рассказал, что он осень к вам в 67-м году проходил. Его приглашали, с Лёшкиным его пригласили. Да что он у нас занимался вперед? Его отец, он и все, отец им пришел, говорит, ну что наш, вот как был. Было так странно? Работал в Саратов-Гастрое? Я вообще случайно попал в Саратов-Гастрое. Ну, я знаю. Будем так говорить. Вообще случайно. Слепо, я побежал, да? Нет. Галченко их притащил в Бургольщик у нас. Во дворе там жили рядом, в старом городе. Ну, понятно. Ну, то есть отец у них работал в Саратов-Гастрое, и он их, соответственно... Ну, в сути, все родники работали, кроме в Саратов-Гастрое. Потом в Схимволокна девчонки появились. Ну, понятно. И в 68-м году заявились первые гонки, значит? Слепо, когда меня избрали в 67-м, я в 67-м заявился на 68-м и стали выступать класс. Б. Б. Выступает командный класс Б выступает. Заявился, я сразу заявил команду, назвал Турбина. Лешкин, это автомобилист, две, другую. Я как написал, рука Владыка, печать. У меня в руки, что сделал, я поставил и писал. И так мы вот команды реализовались. Ну, корт ездил хорошо, и выход нахер. А потом корот Турбина. Пацаны, а что Турбина? Вот пацаны. Вот ему было 17 лет, Валер, ушел в спорт. Других, вот тоже молодые, выступали. И уже на корт люди меньше стали ходить, а наши лучше стали ходить. И в этот же период, я не знаю в каком году, образовалась команда «Салют» в Саратове. Трек там был, построили. Какой-то 70-й, по-моему. В 71-м программе уже. «Салют» организовался. Б. 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 В субботу был бы юбилей, 80 лет. Он вот такая, 2 года, ему, там кто, Семенов что-то еще был, кто-то, да, и ИЖ гнилой там, но он его собрал по делу. Сам он сварщик хороший, между прочим, на лед, когда у нас был, выступал, он, и по ежу даже выступал, он свой ИЖ оборуд, на нем выступал. Лешкин, да. Лешкин, да. Едем, вот здесь. Едем, вот, дали, вот. А теперь эти рамы мы из труб делали. Вот Голубев, вот, Голубев вот приехал, мать, из труб делал. Шипы заказывали в Алексеевском заводе, в Алексеевке там завод был, вот там шипы заказывали, за деньги наличные. Вот так заказывали. А деньги откуда были в турбе, вот, из этого спортивно-технического клуба досал. Все. А, между прочим, нас уважали чем-то, откуда брали бензин и так далее. Шофер приезжай, сливайте бензин, берите сколько хочешь его. Раньше, если вам сказать, вот кто молодежь, бензин в землю сливали. Если приедет шофер, у него бак, все, он не работал. И бензин сливали в землю. Теперь, что они, вот, запчастей на машин нет, он пацанов пошлет, там, Миша Краснов, там еще. Широев тоже участвовал ты, да, Сань? Ну, говорю. Запчасти воровали? Да, да, да. А как? Борис Георгиевич, а как вы чувствуете, что Корт выступал-выступал, как бы, ну, максимум третье место, а турбина с 68-го года и в 72-м году уже вышла в класса? Да, мы должны в 71-м выйти. В 72-м году уже почти. Мы в 71-м должны выйти, если в аварию не попали. Сгорело же все. А? Сгорели же. Нет, сгорели не так. Поехали тоже. Раз сгорели, поехали. Там Виктор Голл сидит за рулем, а там кто-то с ним сидит за рулем, а там кто-то с ним сидит за рулем. И кто-то там, бляд. Нет, Просток. А? Кубаном сидели. Кубаном сидели. Просток, Кубан. О, у тебя и здесь, знаете, с тобой взаим гудят, а там машины горят. Мотоциклы горят. Как на войне. Узор полыхает. Он едет на бумажку, а он едет в бизнесе. О, у тебя и здесь, знаете, он гордо едет. По Киллуйской степи ехали. А вот эту историю про 72-й год, когда мы могли стать в 72-м году чемпионом. А, выйти раньше? Да выйти. В 72-м году мы могли стать чемпионом. Да, там какая-то история с аварией. Ну вот, дело не в это. С аварией. Ну, ехали мы. Мы в цирк ехали. А здесь, наверное, под ногу. Володька приехал, Гордеев. Тебя вроде не было. Ты где-то в сборной был в то время. Ну, ехали. Мы спустим цирка. Пока ждать, не сказать. Едь. Гордеев. Он руку поднял, селся и поехали. Попали в аварию. В колхиду. У меня нос вот тут привязал. У дочки вот тут тоже. Я с дочкой тоже ушел, да. Вот Кубанова. Плохого нет. Я его разбирал, вытасывал туда. Из машины. Я его нажал. Не ту машину. Зотов. Ключицу сломал. Ну, вот так и поверишься. А ты что сломал там? У меня не было. Не было, да? Я в этих делах не участвовал. Не участвовал. Не принесал. Как раз от пара ушли. Ну, вот так вот было. Ну, на следующий год опять все равно вышли в колхид. Пусть нас... Нас-то уже мы не выбили. Пусть нас включили команду ТЭР, центр Корнеева. Кто-то рад. Он так вот. На халяву попал, выступая на все. Ну, в Москве, в Москве тоже гаревые дорожки. Я говорю, до сих пор нету. Как он смог создать такую команду, которую в конечном итоге... Он обладал волевым характером. Между прочим, все, что ему прислушали... Я, между прочим, друг раз часами с ним по телефону говорю так... Ну, совет принимал. Но волевым характером. И любил порядок. Частоту порядка. Вот, видите, его поле. Ты можешь даже другое по затылку дать. Вот спроси, свидетель. Да? Леша, не мог? Нет, ну мог он, пацан. Да, мог. Мог. Ну, просто, а как не быть. Он хулиганит, как не дать. Ну, вот так вот воспитывали люди. И все идти занимались. А как? Шалопайпиком. Ну, между прочим, между прочим, секция работы все. Всем находил всегда дела. То одному машинам, и то другое. Потом, когда команда наша уже встала, команда вышла, два бокса. Сделали боксы. Каждому гонщику свой бокс. И теперь каждый гонщик любым пацаном берите. Кто с ним хочет ему? Мотоцикл подать тогда. С ним занимать. Они воспитали. И так пацаны вырастали, из них гонщики вырастали. Так будет Лешке. И Лешкин за это все смотрел. Даже там сауну, баню построили. Это все гонщик стали. Чтоб там у тебя помыться, все грязные. Теперь, вот, у кого мотоцикл рабочий, он на пустыне зимой ездили. Оттуда на веревке таскали мотоцикл. Другой. Заглот опять. Даже когда на гонке по кроссу ездили, успели через заездах чуть не весь двигатель разобрать и собрать. Вот так было. Вот он ездил по кроссу и так далее. Так ездили. Добывал все. Нужды то не было в клубе ни в чем. И бензин, и масло, и мотоциклы, и запчасти. Все было достаточно. А теперь у нас была очень проектная группа. Балашенко, Борис Иванович. Вот он все это проектировал. Мстадион там, все это. Теперь вот эти лапки стоят. Вот эти бычки, на которых лапки. Люди. Вот Бетонич там работал. Формы там были. Вот бетон. Ну, ПКЖ там все это. Узлы, блоки. Что бетон остается в этом? Личный бетон. А что там столбик такой? Так все столбик. Потом рыбки все делали. И вообще все это было субботниками. Не платили деньги. Потом поле стоят делали. Вот здесь должен быть натабол еще. Ну, горы с полком отняли под футбол надо. И Бутовск надо было. У нас команда в поле. Гола была очень хорошая. Образовалась. Вот сейчас у нас в городе хорошо. Мы стали артистами. Все танцоры, артисты, пианисты. Прелесть. А на технические виды спорта у нас нет ничего. Даже и сметы нет. Ходим. Ни авиамодель. Ни этого нет, ни этого. Вот ходим. Даже вот то, что наше создало, и то с протянутой рукой ходим. А когда стал мотоклуб, кинули все бизнес делать. Теперь у нас перерыв полностью развалился. В союзе полностью. Не только в союзе. В мире. Ну вот сейчас возобновляется немножко. А требования предъявляются. Даже вот сейчас говорят по чемпионату Европы. Большие требования предъявляются. А мы по честь финала мира по льду проводили. Люди вот висели на деревьях смотрели. Тут тополь большой шел. Такой здоровый. С него смотрели. И гонялись. А сколько международных гонок? Да в году две по три года международные были. А каждый год были. Плеханов. Вот благодаря Фундеру они подружились. Он его вывел на второе место в чемпионате мира. Плеханова. А у нас международных гематом на ноге вот здесь получил. Фундер упал? Нет. И Плеханова. Хороший. Вот поляки банкет. Всегда было принято. После города банкет. Иностранцы. Всегда банкет. Ну тут иди куда надо. Выпез тоже. И в тихо зале проход ко мне в подвал. Кто? Ничего. Тихо будет. Есть. Выпез опять поедете. И в Гассиницу туда все. Все молчали. Все мы собрались, как говорится, вспомнить Левушкину 80 лет. Валерий Дмитриевич, вот такой вопрос. Все мы знаем, что в Польше проводят там уже 60 лет мемориалы. Всевозможные. Гонщиками молодыми, не старыми. Вот нельзя ли опять возродить? Сколько у нас лет опять нет? Да сколько пытались. Нам все же деньги нужны. Кто будет финансировать? Сейчас бесплатно никто не поедет. Всем надо дорогу оплатить, очковую заплатить. Резину дать. Масло дать. А все стоит денег. Никто не дает. Поэтому вот есть у нас энтузиасты. Вот такой есть у нас Сан Саныч Сергеевич Валентинович Абрамов и Агафонов. Вот они два. Человек, который проявляет инициативу, уходит по спонсорам, собирает деньги. И мы проводим. Климошкина проводили. И в этом как бы пытаемся провести. Да, планируем 20 тысяч долларов. Если наберем достаточную сумму, чтобы на организацию с соревнований, мы ее проведем. Ну, допустим, не надо там кого-то приглашать. Ну, хотя бы в Тольятти, в наших ребят. Да хоть кого приглашать. Дорога не так дорога. А вот за очки надо заплатить. Призы надо купить. Все же технику у всех сейчас, у большинства своя. Ну, это понятно. И она очень дорогая. Мотор стоит где-то в районе 600 тысяч. Все-таки у нас посещаем стадион. Как и его, где-то процентов 70, наверное. Раньше пацанов мы отпускали по программам. Стараюсь программу так составить там побольше. Люди по программам хотят. Все же где-то программа идет. Он отец не ходит. Отец билет берет. Не ходит. Папа, пойдем в стадион. Пойдем все там. Идут. Так идет действие. Потом лотари устраивали здесь. По билетам, по программам даже можно. Все это деньги. Но для этого нужна организация. А сейчас вот фотографии смотришь на каких-то 80-х годов. Ну, пустой стадион стоял. Потому что стали выигрывать все. В одну калитку и народ не стал ходить. Потому что вот сколько представлений, фотографий, сзади вообще никого. Ну, было уже неинтересно. Все знали, что турбина, значит, выиграет. Что-то да, результат известен. В одну калитку катали всех. Главное, главное, надо агитировать. И больше, чтобы помогали. И больше властей. Сейчас нам всем заботу помогают. Спасибо. Спасибо.